Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню. Итак, что на моей кухне сегодня? Вот такая вот картошечка. Обратите внимание, вот этот Ptid Gold. Она еще называется Dutch Yellow Potato. Она очень-очень вкусная, быстро готовится. И ее хорошо также запекать в духовке, что мы сегодня и будем делать. У меня есть желтый цукини и organic kale. Тасканский organic kale. Это будет тушиться. И еще у нас будет куриная грудка. И еще будет просто куриная грудка отварная. И я считаю, что это самый лучший вариант. Без всякого масла, без жира, без всего. Просто куриная грудка с картофелем и с овощами. Я добавила черный перец горошком, петрушку и морковку. Потом это все выбросится и останется одна курица. Бульон, кстати, хороший. Я замораживаю. И иногда, вы знаете, бывает нужно что-то заправить в какой-то быстрый суп, то я его использую. Ну, мало ли для каких нужд. Или когда заболеешь, опять-таки, не дай бог, то просто попить куриного бульона просто так даже, может быть, и без мяса. Это хорошее дело. С кейл выглядит вот так. Обычно, конечно, я покупаю кейл целиком в манч. Такой пучок кейла свежего. И сама, конечно, его рублю. Но, честно говоря, еще не восстановилась полностью после гриппа. Поэтому, ну, бывает иногда так, знаете. Итак, портейто. Картошечку я отварю и потом запеку ее в духовке с оливковым маслом. Еще вот нашлась в холодильнике брокколи, цукини, зеленый лук. Все это будет готовиться на пару. Единственное, что картошка будет запекаться в духовке. Конечно, важный момент. Картошку я готовлю в мундире. Просто потому, что там находится больше калия, то есть потасиума, который хорошо восстанавливает, когда у вас низкие электролиты. И вам нужно, необходимо есть как можно больше калия. Поэтому я всегда... Эта картошка готовится именно так. Кужара у нее очень тонкая, поэтому нет никакого смысла ее чистить. Так, я уже приготовила для кейла такую эмалированную кастрюльку. Оливковое масло, лимонный сок, немного соли и свежий помолотый черный, красный и белый горошковый перец. Закладываем кейл, хотя еще рановато ее готовить. Кейла вроде бы много, но он упарится, и тогда будет в 2, а то или в 3 раза меньше. Так, оставим. Картошка варится. Я варю ее буквально 5-6 минут, и потом дам остыть. Обмажу оливковым маслом, посолю, поперчу и в духовку. Но так как до обеда еще рано, поэтому время какое-то пройдет, прежде чем я ее буду готовить в духовке. Курица варится, все идет по плану. Картофель сварился, он немножко остался недоваренным, и это как раз то, что нам нужно. Буквально 10-15 минут в духовке, и будет готово. Я использую масло ореха макадамия. Вам уже должно быть знакомо по моим другим рецептам. Если кто не видел, масло ореха макадамия выглядит вот так, и оно подходит для готовки на высокой температуре. Грейтвы пурин, ростин, бейкин, стир-фрай, инжоин. Конечно, можно использовать оливковое, но оливковое масло очень быстро горит на высоких температурах. Также я люблю добавить немножко копченой паприки. Можно еще и хлопьев добавить. Она придает такой пикантный вкус вашему картофелю. Картофель готов. Отправляем его в духовку на высокую температуру 400 градусов по Фаренгейту. Также мы включаем наш кейл и дадим ему время тушиться. Примерно так как кейл очень плотные листья и сочные, то я считаю, что воды добавлять не нужно, но на ваше усмотрение. Минут 10-15 приготовление займет точно. Пока я сейчас порежу цукини и брокколи и бросим на пар. И обед будет готов через 15-20 минут. Ставим сковородку, на паровую сковородку, на плиту и положим сейчас овощи сюда. Вот и все. Оставим это на какое-то время и проверим наш кейл. В воду, кстати, я добавила лимонный сок и соль. Больше ничего не нужно. Кейл тушится еще буквально 5 минут и он будет готов. Картошечка подрумянилась тоже минутки 2-3 и буду вытаскивать. Ну вот и все. Кейл готов. Он немножко изменил цвет на такой более-менее бурый. Это значит, он готов. Все, выключаем. Картофель готов. Немного свежей петрушки и зеленый лук. И сейчас самое время немного подсолить. Потому что, когда картофель готовится, его лучше не солить, иначе у вас получится пюре. Маш. Все, можно собирать обед. Куриное мясо. Все, наш обед готов. Приятного аппетита. Такая тарелочка очень полезная и вкусная. Наполнит вас энергией и всеми витаминами и питательными ценностями. Еще раз спасибо за то, что посмотрели мое видео. Будьте здоровы. До следующих встреч. Пока-пока.